всем привет я наталья клевер и вы на канале как приготовить сегодня как вы поняли я буду готовить блинчики у нас на пороге масленица и нам нужно быть к ней готовым и поэтому сегодня мы будем печь не простые блинчики облички с мясной и грибной начинкой если мы будем замешивать на молоке также нам понадобится мука 1 яйцо немного зелени растительное масло соль сахар и немножко крахмала начинку мы будем делать мясную в роли мяса у нас будет куриная грудка грибы лук и немножко сметаны перед тем как нам заняться нашим тестом поставлю куриную грудку отвариваться немного подсоленной воде займемся тестом берем яйцо чуть-чуть его помешаем так нам нужно подсолить так как блинчики у нас будут с мясом но я не хочу чтобы они были пресные поэтому добавим чуть-чуть сахара буквально столовую ложку и добавляем молоко и теперь будем добавлять муку будем просеять обязательно чтобы оно напиталось у нас кислородом каким образом постепенно всю муку водить сразу не нужно мне хочется чтобы блинчики были такие с дырочками поэтому я добавлю крахмала одну столовую ложечку они тогда будут такие воздушные если есть комочки можно это все блендером пробить но я не буду блендером я сейчас сделаю это все через сито пропущу все комочки останутся носите все ненужные комочки которые у нас не растворились они останутся носите теперь нам нужно чтобы она немного постояла любое тесто любит отдохнуть оставим его сторону пусть она постоит минут 20 а мы пока будем заниматься начинкой нарезаем лук мелкими кубиками я взяла три головки у меня маленький лук но если у вас будет покрупнее можно и две головки вполне достаточно будет далее нарезаем грибы грибы нарежем тоже меленько я хорошо помыла обсушила если они вас темные вот такие их можно слегка почистить таким образом если светленькие тут можно оставить так на разогретую сковородку наливаем маслица и отправляем сюда лук будем обжаривать его до золотистой корочки вот смотрите лучок подзолотился отправляем к нему теперь грибы ну вот грибочки наши поджариваются водичка вся выпарилась теперь нам нужно подсолить грибы всегда солим в конце обязательно и подперчить теперь все перемешиваем и будем сейчас добавлять нашу сметану потушим еще минуток пять сметану и все все будет готово пока мы обжаривали грибы курочка наша свалилась и я ее буду нарезать тоже мелкими кусочками соединяем нашу начинку ну что начинка наша готова и тесто наше отдохнуло и что я хочу сказать по поводу нашего теста когда оно постоит ему всегда свойственно немножко загустеть мука разбухает в жидкости ну и соответственно она густеет не нужно этого бояться мы будем смотреть по первому блинчику и всегда можем если нам будет густое тесто всегда мы можем разбавить его и молоком или водичкой ну а теперь перед самым выпеканием я хочу добавить сюда немного зелени и растительного масла ну что начинаем жарить наши блинчики смажем сковородку перед первым блинчиком чуть-чуть маслом потом этого делать не будем так как у нас в тесте уже есть растительное масло и первый блинчик пошел ну что начинка с блинчиками у нас готовы и теперь я покажу вам несколько вариантов как можно красиво их подать в первом случае мы будем заворачивать конфеткой укладываем нашу начинку ровненько вот так вот на краешку много ложить не будем чтобы нам было удобно ее заворачивать и заворачиваем трубочкой аккуратненько аккуратненько мы выбрали самую красивую сторону блинчика и вот так заворачиваем и теперь свяжем каждый уголочек нашим зеленым луком вот так и с другой стороны лук можно перед этим ошпарить кипятком тогда он будет более податлив и теперь ненужные кончики мы обрезаем вот такая красота у нас получается следующий вариант мы сделаем красивым мешочком середину блинчика вот так укладываем нашу начинку да уже можно не жалеть теперь собираем их края так аккуратненько в виде мешочка и завяжем нашим луком и также обрежем нужные кончики вот такая красота у нас получается и третий вариант самый простой будем заворачивать конвертиком так выкладываем начинку и заворачиваем как голубцы кстати о голубцах на моем канале есть видео как я готовлю голубцы из пекинской капусты кому интересно можете зайти посмотреть ссылочку я оставлю под описанием так вот такой у нас конвертик или прямоугольничек получился и теперь тоже свяжем его луком вот так вот и ненужные обрежем ну вот и наши блинчики готовы смотрите какие они красивые они очень вкусные начинка очень сытная и красивая подача радуйте своих близких я вам желаю приятного аппетита но с вами была наталья клевер подписывайтесь на мой канал если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии ну и всем пока 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 пока